Короче говоря, серебряная кнопка. Был обычный день. Я как всегда был занят важными делами. Потом решал серьезные проблемы. Потом вообще принялся за приготовление кулинарного седевра. Ну вы поняли, кашу-малашу я готовил. Каша-малаша. Кстати, если ты тоже мешал такую грязючку в детстве, поставь лайк этому видео. Посмотрим, сколько шеф-поваров среди нас. Внезапно я понял, что забыл рецепт своего фирменного блюда. Не беда. Хотя гугли. Сказал я дереву. Зачем я это сделал? И пошел искать рецепт на ютуб. Значит, врубил ноут, зашел на ютубчик. И тут бац. Бац. Какой-то колокольчик с буквами выскочил. Эх, жаль, что читать-то пока я не умею. И что теперь делать? Федор, а ты умеешь читать? Что говоришь? Ты говорить-то не умеешь. А читать? И читать тоже. Ну да ладно. Молодец, люби! Мама ушла сдать посылку с папиными носками. А старые сказала вообще выбросить. Потому что они разбросаны по дому. Еще и дырявые. Че ты? Че ты? Затем мне дырявые носки. Если у меня такая крутая новость. Ха-ха-ха-ха. Благодаря вам, мои любимые морковки, нас уже больше ста тысяч. И поэтому мне должна прийти что? Именно я кнопка! Именно я кнопка! Именно я кнопка! И она должна прийти именно сегодня! Раз уж такой торжественный повод намечается, нужно приодеться! Где тут мой праздничный костюм? Ага! Станы у меня вроде есть. Ничего такие. Бабочка с сею давить будет. О! Норм! Пиджак одену! И красавчик! Оделся, стал сдать подстальона с посылкой. Сидеть слишком нудно. Прыгать на осле утомительно. Лежать негде. Побегать что ли? Пока бегал, намотал столько кругов, что с голова закрузилась. Причем не только у меня, а и у Моники. Опатьки! Звонок в дверь! Кто там? Кто-кто? Подсадим Печкин! Посылку получите! У меня кнопка пища! Так вот она моя родненькая! Так вот она моя хорошенькая! Че это? Носки что ли? Короче говоря, серебряная кнопка. Дайте я! Спасибо, Фасю. О канале. Пока-пока, Теюлю. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok